На Тверской области нависла угроза масштабного оттока врачей в соседний регион. Об этом видеопортал tvtvr.ru рассказал своим читателям на прошлой неделе. В материале речь шла о том, что значительное повышение заработной платы медикам, которое анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, может сподвигнуть работников отрасли здравоохранения Верхней Волжья на смену места занятости. По официальным данным, с 1 сентября средняя зарплата врачей в столичном регионе достигнет 102 тысяч рублей, тогда как в Тверской области этот показатель останется на отметке в 51 тысячу. Впрочем, отправиться в соседний столичный регион тверских медиков может заставить не только желание получать больше, но и изменение в федеральном законе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закон в предыдущих редакциях не содержал информации о том, как должен быть установлен срок. Заказчики злоупотребляли данной нормой, не стеснялись говорить о том, что в случае, если товар будет поставляться не своим поставщиком или выполняться работой не своим подрядчиком, то оплата по контракту будет осуществляться в конце года. Однако в мае прошлого года в закон была введена новая норма, которая ситуацию изменила. Отныне, согласно пункту 13.1, заказчик обязан оплатить поставленный товар или выполненную работу в течение 30 дней с момента подписания документа о приемке. За нарушение установленных сроков была введена и административная ответственность, а именно штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение и вовсе может повлечь дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. Большинство подобных дел рассматривает Федеральная антимонопольная служба, и, как подчеркивают в контролирующем органе, подавляющее число материалов касается отрасли здравоохранения. Так получилось, что у нас большую часть дел, которые к нам поступили на рассмотрение, это дела в отношении главных врачей. И действительно, если говорить о кодексе административных пронарушениях, то есть события, неоплата, там есть. Факты неоплаты, рассказывают в Уфа, смогут касаться чего угодно. В одной из районных больниц вовремя не рассчитались за бумагу для принтера, в другой не успели расплатиться за тепло и горячую воду, а в третий просрочили оплату за стирку и обработку белья. Впрочем, деньги не всегда находятся и на оплату вещей, которые могут стоить кому-то жизни, к примеру, лабораторных исследований или лекарственных препаратов. Разбираясь с нарушениями, в Уфас вынуждены констатировать, что очень часто причины их кроются не в безалаберности руководства ЦРБ, а в банальном отсутствии денег. Ну, есть у них проблемы с финансированием. Происходит такая ситуация, если у кого-то есть хоть какое-то финансовое обеспечение, он поедет лечиться туда, где лучше лечат. Я просто знаю, что многие тут и в Тверске едут в Москву или в Питер. Собственно говоря, из районов, наверное, едут в Тверь. В итоге районные больницы, которые не в силах выполнить план по пациентам, необходимых денег недополучают. Как следствие, оплатить товары или услуги в срок они не в состоянии. Афас вынужден возбуждать административные дела в отношении должностных лиц, то есть главврачей. Такими темпами, говорят ведомства, Тверская область может потерять последних медработников. Они, как и писал видеопортал tvtv.ru, поедут работать в другие, более благополучные регионы. Мы можем столкнуться к концу года с тем, что оно напрочь уйдет. Потому что, наверное, они туда не главврачами побегут работать, уйдут работать, а кем-нибудь другим, но тем не менее. Сложится ли та ситуация, о которой писал портал ТВ Твери, которые опасаются в региональном управлении федеральной антимонопольной службы, как говорится, покажет время. Однако пока все говорит о том, что сценарий, по которому из Тверской области начнется массовый отток врачей, выглядит более чем правдоподобно.